И мы начинаем с Луиса Инасио Лула де Сильвы. Он в последнее время стал главным первым вообще нашей войны. Последнюю неделю, наверное, может быть две. Какого черта, спросите вы? Ну, потому что Луис Инасио Лула де Сильвы, он из Бразилии. Что ж, мало ли в Бразилии и Сильва, скажете вы мне тоже. И будете в чем-то правы, Сильва в Бразилии каждый второй. Но это необычно. Сильва это президент Бразилии. И это зараза, значит. Сейчас ездит по миру и разносит свои заразные мысли о том, что Украина должна почему-то отдать Крым Российской Федерации. Совершенно безосновательно, совершенно непонятно, с чего бы это. Но летал, во-первых, он сначала сам заявил, что вот пускай Украина отдаст Крым Российской Федерации, и тогда война закончится. Ради того, чтобы закончилась война, пусть Украина возьмет и подарит Крым Российской Федерации. Странное заявление, начиная с простого смысла. А нам что за это? Уважаемый Луис Инасио Лула де Сильва, если Украина решит почему-то отдать Крым России, не знаю почему. Ну, если вдруг. то нам Россия что за это отдаст? Вы обсудили это там у себя в Бразилии в парламенте? Или Бразилия нам собирается компенсировать что-то? Амазонию нам отдадите? Реку Амазонку или джунгли? Что вы нам собираетесь отдавать? Или вы просто считаете, что должны делать подарки, кому-то раздаривать свои территории? Насколько я знаю, Бразилия всегда боролась за свои территории. Воевала с соседними странами, но ничего никому не отдала. Что это за такая бразильская морда, которая раздает украинские территории? И вы знаете, я, как вы помните, об этом уже говорил. Тем более, что вот сейчас, после того, как он из Сильва съездил в Китай, и там все это рассказал, уже этим заботилось не только я, но и американское правительство. Американское правительство, которое заявило, что, или нет, я уж не помню, ну в госдеп смысле, заявило, что все это совершенно, вот эти заявления Бразилии возмутительны, потому что эти заявления Бразилии противоречат уставу ООН, который Бразилия приняла и подписала, в котором говорится о территориальной целостности. Но вот сейчас, когда президент Бразилии был в Китае, он еще заявил, что это американцы разжигают эту войну. То есть вот эту войну, где Россия напал в Украину, оказывается, разжигают американцы. Вот такие странные, странные заявления у президента Бразилии. Ну президент свежий, а мысли у него, прямо скажем, уже какие-то прокисшие. Пытаются они с китайцами, по всей видимости, действительно сформировать какую-то коалицию, я имею в виду, бразилицы пытаются с китайцами сформировать какую-то коалицию по отторжению у нас территорий. То есть нам еще только Бразилии в этой истории не хватало. Но ничего не поделось. Перейду к более хорошим немножко новостям. Значит, НАТО, это Нью-Йорк Таймс, из Нью-Йорк Таймс, тоже у меня все новости, из Америки. НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения Российской Федерации. Об этом пишет газета Нью-Йорк Таймс. То есть в чем смысл этой новости, почему она нужна для нас? Раньше была концепция у НАТО, называлась сдерживание путем ответного удара. Сдерживание путем ответного удара. То есть НАТОвские войска не должны были прямо вот взять и остановить там россиян сразу, как только тебя напали, например, на соседние какие-то страны, на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу. Нет, они должны были, значит, как это называется, сейчас скажу сначала, эти страны сами, Латвия, Литва, Эстония, Польша, должны были продержаться до подхода сил НАТО, например, до подхода американских войск. И только после этого, значит, эти подоспевшие войска должны были оттеснять россиян взад. Взад в смысле в Россию. Ну, Россия взаду, как вы знаете. Понимаете идею? То есть, концепция НАТО состояла, повторяю в следующем, вот Россия напала на страны, на Пербалтии, на Польшу, на Норвегию, на другие, на Турцию, не знаю. И сначала россиянам удается продвинуться внутрь этих стран. Только потом подоспевают страны НАТО, и только тогда выдавливают Россию обратно. Это ровно то, что сегодня Украина вынуждена делать. То есть, сначала Россия на нас напала, нам до этого оружия не давали, как мы помним, натовские страны, американцы почти ничего не давали. Немного дали британцы, немного эстонцы, но, прямо скажем, это же были слезы, да? Поэтому россияне успели занять часть территории, и вот теперь мы их вынуждены выдавлять. Так вот, НАТО пересмотрела свою концепцию, и теперь решила, что переходит к сдерживанию путем недопущения. То есть, не допустят российские войска, с самого начала будут их останавливать на границе. Знаете, с чем это связано? С тем, что увидели НАТО, что творят россияне на оккупированных территориях. Они же думали, что россияне это некие цивилизованные люди, что они вот сейчас приедут такие эти россияне, и никому ничего плохого не сделают. Но, как выяснилось, россияне на оккупированных территориях творят множество военных преступлений, и поэтому, к сожалению, диалога с ними вести не получится, с россиянами. Вот такая вот хорошая картина, но НАТО пересмотрел этот свой концепт. И почему это важно для нас? Потому что, благодаря этому, к нам же будет такое же отношение. То есть, когда мы вступаем в НАТО, то у нас будут размещены значит американские войска, британские войска. Я надеюсь, в Севастополе будет британская военно-морская база, чтобы отражать агрессию Российской Федерации, если таковая начнется, сразу отражать. Не потом освобождать, а сразу отражать. Вот такая картина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова